Нормально, легкий же маршрут, там чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз и к водопадику. А что за водопадик? Испай. Говорят, очень красивое место. Да, очень красивый. Испай, приходите, тут с ночевкой, еще красивее, звездопад. Вы искупались? Сегодня нет, в прошлый раз, в прошлом месте искупалась и отморозила себе все, что могла. Вот, очень холодная вода просто. Здесь воздух, здесь вода, хоть и ледяная, но очень как-то она дает вот эти эмоции положительные. Морской путь Александра из Македонии в Сагдиану и Бактрию. Говорят, что именно здесь он и шел на своих кораблях. Случайно нашли на ташкентском блошином рынке вот эту вот фотографию. И неожиданно один из знакомых сообщил, что знает похожее место в горах недалеко от Рекипске. Так вот мы и решили пройти по следам древних мореходов Шелкового пути, с надеждой увидеть, а может даже потрогать, корабли прошлых эпох. Наша очень красивая дорога начинается в Мшистом лесу. Затем ведет наверх, по ущелью, в горы, вдоль полноводной реки Хуанхай. Ой, извините, Испань. Вдоль тропы, по верху ущелью, иногда встречаются разные странные обломки. И кто знает, возможно это тоже относится к пересокшему морскому пути. Чтобы не сбиться с тропы, мы обратились в ташкентский штаб ВМФ. И там для сопровождения нам порекомендовали двоих волков. Морских волков. Ну, в принципе, маршрут несложный. Туда-сюда где-то 17-18 километров получается. Мы так спешим в Академию наук. Такую штуку увидели, потрясающую. Так хотим от ней всему миру рассказать, показать, донести. Минуточку, товарищ капитан третьего ранга. Да давайте не будем забегать вперед, а просто покажем все по порядку. Если быть внимательным, то и на скалах иногда можно найти остатки старинных мореходных лоцманских указателей. И даже увидеть в камнях окаменевших морских животных. Странно, конечно, ведь многие из нас слышали про трагедию Орала. А почему совсем никто не говорит про трагедию Испая? Раньше это была полноводная судоходная река. Водная артерия, которая связывала весь регион с морем. Такая вроде хрупкая девочка. А куда-то лезет и лезет. А вот интересно же, как жить-то без этого? А вот интересно. А вот интересно. А пока туристы из нашей группы остались отдыхать у водопада, мы, несмотря на усталость, решили все-таки подняться выше, к месту, которое нам указали гиды, чтобы посмотреть на останки этих старых кораблей. Амбет, вы с кроссовок готовите? Да! Антон, привет! Тысячу лет, тысячу зим! Здравствуйте! Мы вообще-то худо! К сожалению, почти ничего не нашли. На месте осталась только одна боржа, и, наверное, ее просто не смогли увезти из-за гигантских размеров. Все остальное куда-то утащили, возможно, в какой-нибудь НИИ или в музее археологии. Вот такой вот получился у нас интересный поход. А вы в свой выходной день оставайтесь, пожалуйста, дома, ведь мы будем ходить и снимать для вас интересные места и моменты. Ну, быстрее рассказывайте, куда мы сегодня ходили. О, мы такое удивительное место ходили. Испай называется. Чудесный водопад с вкусной водой. Вода стекает прямо со снежника. Почти круглый год этот водопад работает, включен, можно ходить. Ну, кроме зимы, конечно. Весной потрясающие виды, осенью тоже. Вообще, все супер. О, маршрут очень понравился. Такая вот тропинка найдет по лесу, внизу есть речка, а потом мы приходим к красивому водопаду. И есть как бы такой подъем, но он такой для нормальных людей он легкий. Вот. А так очень любимый маршрут. Особенно осенью. Маршрутик нелегкий. В ту сторону, в сторону водопада как-то было тяжеленько идти, но на спуске уже как бы полегче и как будто бы ноги привыкли немножко и уже как-то нормально. Друзья порекомендуете этот маршрут? Друзья порекомендуем, да. Но, конечно, возможно, порекомендую всем друзьям, которые уже преодолели какой-то до этого поход и какой-то, возможно, небольшой. Кто хочет более сходить на поход средней сложности, порекомендую, конечно, пойти именно сюда. Отличный, суперский маршрут, особенно осенью, вообще классный. Сегодня практически прямого, прямых солнечных ключей на людей не было. Все в тени, прохладненько, очень бодренько так дошли, за 4 часа добежали до водопада, посидели, попили чайку вкусного фирменного чая. А кому подойдет маршрут по подготовке? Маршрут очень классный. Вот сегодня были параллельные группы, там в том числе и дети участвовали тоже. Где-то до 10 лет, наверное, дети вполне тоже активно шли, бодренько, добежали наравне со взрослыми. Поэтому и детям тоже подойдет. Отличный маршрут, выходного дня, скажем так. Ну, пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»